С нами Анна Музычу, которая только что завершила тайбрейк, победила и вышла в полуфинал. Аня, мы тебя поздравляем. Все большое. Весь тут чат тоже, я думаю, что много очень болельщиков, многие из тебя болели. Такое ощущение было, что достаточно легко сложился тайбрейк. Это правда или все-таки что-то было, какие-то подводные камни? Это миф. Это миф. Мне кажется, в легких тайбрейках вообще, ну не только у меня, в принципе, не бывает, потому что это очень нервно. И да, вот каждая партия, каждый ход, боюсь я, чтобы что-то не так не пошло, потому что, ну все может отрисоваться в одной партии. Давай мы посмотрим первую партию, потому что вторая, как мне кажется, мне кажется, что Анна немножко уже, что ли, ну как-то расстроилась, может быть, после первой партии. Ну что-то по дебюту там пошло явно не так, во второй партии забил. А вот в первой партии была довольно интересная атака. Можешь показать какие-то самые интересные моменты? Ну мы опять разыграли Найдорф. В этот раз Анна пошла к конду 7. В классической партии мы продолжали Е6. Ну Е6 вроде основной ход, да? Ну оба хода основные, трудно сказать, которые главные, сильные игроки играют и так, и так. Конь Д7, слон С4, здесь Анна задумалась и послала Ж6. Ну а ты рассчитывала, может быть, и здесь на Е6, да? Или Ж6 тоже можно? Ну здесь кажется, ферзь Б6 главный ход. Ферзь Б6, да. Ну то есть пока ферзь на Д1, я не могу сделать аркерок, у меня еще надо темп терять на слон В3, ну и очень длинная теория. Вот, а реагировать Ж6, мне кажется, не очень удачно, потому что здесь у меня комфортная игра, сразу получается атака. То есть это что-то между Найдорфом и Драконом, но какая-то неудачная версия для черных. Здесь я пришла Ф4, также рассматривала А4, может быть, это сильнее. А А4 тоже напрашивается, да, при вот этой драконской расстановке на Ж6, А4 вроде тоже, да. Так, ну Ф4... Ф4, Ферзь Т7, значит... А это вообще теория Ф4 или это уже какое-то... Мы от себя играли уже. Все, то есть это уже... То есть может быть, это и теория, но что-то за черных выглядит как-то не очень, ну просто под атаку попадают. Вот здесь, если А4 ходить, то мне казалось, что Е5 черные могут ответить, поэтому я пошла Ф5, чтобы этого ресурса не было. Ф5, слон Б3, слон Б7, дальше я уже не знаю. Я вроде играла логично, но с другой стороны что-то где-то выпустилось. Вот конь С5, Ф5. Если честно говоря, я ожидала, что пешку заберут. Ну, мне кажется, очень опасно. Там же, если слона на Б3 не забирать, то там же по диагонали начинает еще все тоже. Ну да, я примерно уже такое и считала. Так, так, конь Ж5. Здесь даже был какой-то... Да, ладежь С7, ферс С5. Ну, то есть конь Ж5, какой-то, не знаю, полуединственный ход. Но это выглядит, что должно быть хорошо у Б3. Должен быть мат, да? Да, но с другой стороны, если его не будет, то проигрывать не очень хочется. Не, ну там и Фе, конь Е6, идея ладежь 1. Да, должен быть мат все-таки. Можно ее забрать, я думаю, этого... Ну, наверное, важно было... Наверное, важно будет на Е4 взять, чтобы... Потому что если не берем, то где-то опять конь Б3. Каких-то вариантов можно проскакивать. Да, мы-то считали, что конь Б3 вроде чуть ли не обязательно, потому что без этого, с этим слоном как-то совсем страшно. То есть конь Б3, АБ, ферс С5. Ну и здесь точно где-то должно быть. Вот вместо ферс С5, что бы ты делала на ход конь Х5 здесь? Убила бы, наверное, или нет? Я бы, наверное, взяла, да. Так, Жаш, ферс С5. Ну, вы довольно долго думали. Я видела, что так, ну, позиция сложная, и она такая неизученная. Ну, не знаю. Допустим, если там слон Д4. Слон Д4, ну, возьми. Владиа Д4 и какой-нибудь Ф6, Владиа Д7, чтобы попробовать на Ш7 пешку защитить. Ну, скажу сразу, что я такой, конечно же, не считала. Ну, сложный вариант такой, конечно. Не знаю, может, просто слон на Ш6, чтобы долго не думать. Владиа Д7, Владиа Д3. Как держать. Ну да, атака сохраняется, конечно. Но это надо очень быть таким конкретным, чтобы вот этот вариант посчитать. Честно скажу, мы его тоже не считали, это я уже в перерыве посмотрела. А ты компьютер так говоришь? Это компьютер. Ну, Конь-Аш-5-то мы, конечно, я предлагала, но мы считали, что Владиа Аш-5, ЖА, Ферзь-Аш-5 и что-то опасно все-таки. Ну, вторая, возможно, С4, Ферзь, С4, Конь-Ж3, Ферзь-Аш-2, но мне кажется, Владиа Аш-5 лучше. Ну, прямой вариант, конечно, да. Не знаю, может, черный как-то чудом держится, но... Ну, как-то опасно. Не знаю, как на нас играла, то есть довольно по-человечески, Ферзь-Аш-5. Держишь, что в жизни, за Ферзь-Аш-5. Ну, и здесь, наверное, много ходов выигрывает, но я что-то не то сделала. У меня уже времени мало было, потому что я так пошла. Ну, мне кажется, все очень логично. Мы смотрели, правда, не Ферзь-Аш-3, а Ферзь-Е3, но с теми же самыми идеями Ферзя перевести на Аш-3. Мы вообще хотели перевести Ферзя на Аш-3, слон Аш-6 где-то у нас была такая идея. Да, может быть, здесь сначала надо было, но я как-то не видела сразу мата, если мне коня заберут. Ну, то есть, видимо, он должен быть Ферзь-Аш-7, ФЖ. А, на ФЖ вот проблема, что постоянно вот этот шаг есть. Ферзь-5, Ферзь-6, да? Да, да. И из-за этого я как бы сначала начала с хода Ферзь-Аш-3. Угу. Но уже где-то здесь что-то стало непонятно. Вот, может, Ладя-Аш-3 сразу мало было. Ну, мне кажется, что огромное преимущество у белых и атака, нет? Да, ну, так как я играла, вот, Ферзь-Ж-5, мне кажется, вот эта жертва, и здесь что-то уже... Либо это сразу выигрывается, либо уже непонятно, потому что много фигур поменялось. Да, и вот здесь она допустила очень большую ошибку. Ну, да, здесь мы уже говорили, что надо брать. Да, 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 здесь это, конечно... Ну, у нас уже там было по 20 секунд, то есть я сразу удара не увидела. А если сразу не видишь, то позиция неясна. Ну, вместо хода Е6 она могла сыграть здесь Слон-Ж-2. Слон-Ж-2 как-то опасно так играть. Ну, вот съесть... Съесть... Ну, я планировала как бы отдавать. То есть не Ферзя играть. Ну, то есть не Ладья-Ж-3, да, и там, получается, вот эта позиция, там, Слон уйдет, и взяли-взяли, там, Ладья-Слон против Ферзя попробую еще выиграть, да? Да, наверное, не выигрывать. Пробовать можно. Не, ну, да, здесь как-то больше вероятности выиграть при таком короле, да? Ну, не знаю, очень трудно играть при тяжелых фигурах. Ну, по крайней мере, материально черные здесь... Ну, я не знаю, Ладья-С8, Ладья-С6, Ладья-Ж-6, то есть компьютеру, конечно, будет хорошо, и он все может... Ну, там страшно, там, Ладья-С8, Ферзь-Д5, Ладья-С3, Ферзь-Д8 какой-нибудь там, ну, чего-нибудь. Ну, да. Потом Ферзь-Х3, Ладья-С3, там. Да, Ферзь-Д5, Ферзь-В1, можно изменить. А, да, тогда уже Ладья на Е3 теряется. Ну, да, я говорю, вот, я поняла, что здесь как-то уже я теряю не Тигры. Да. Я просто начала, там, как-то примитивно нападать, Ладья-1 напали на Е6, защитили, или не так. Да, да, да. Ну, чтобы еще напасть, там, вот, я думаю, вот, давай Ладью приведу на Е6, там, потом какие-то будут удары. Она тоже, как бы, на вход, просто чтобы сделать ход, чтобы по времени проиграть, потому что... Ну, здесь партия по-любому могла закончиться. Да, оказалось, что здесь черные так уже немножко даже укрепились, что ли, после того, как Ладья-Ж6 ты не нанесла. А ты в процессе партии поняла, что Ладья-Ж6 был, или уже не успела это посчитать? Нет, после партии. Это, кстати, хорошо, потому что можно уже расстроиться. Да, это очень плохо, если ты в процессе партии видишь, что ты мог выиграть, да. Лучше не знать об этом. Ну, да, здесь уже, как бы, выглядит хорошо, может быть, это уже и выиграно. Ну, и да, здесь уже, со второго раза. Со второго раза получилось, да. Скажи, пожалуйста, вот сестра твоя, Мария, она же вылетела, остаётся она здесь, помогает тебе, или она уже уехала домой? Не, Маша осталась. В прошлый раз я осталась, когда Маша победила в Сочи. Теперь она осталась. Теперь Маша возвращает долг, да? Ну, мы так не считаем, мы это как бы не привносим в такой формулировке, но, да, я думаю... Скажи, пожалуйста, вот ты в следующем круге играешь, по-моему, с Александрой Горячкиной, правда? Завтра выходной, насколько я помню. Да. Ну, вот, конечно, о планах спрашивать, это, с одной стороны, такой вопрос очень абстрактный, но всё-таки твое вот ожидание от матча с Александрой Горячкиной. Готовилась ли ты к ней где-то ожидала, смотрела, как она выступает в этом турнире? Да нет, ну, кто будет готовиться, пока как бы матча нет, мне кажется. Нет, ну, за партиями, понятно, что все там как-то просматривают, да, чтобы знать, что происходило. Ну, вот, я так понимаю, что теперь ты уже здесь остаёшься до самого конца, вот теперь, с учётом того, что ты уже дошла до полуфинала и до самого конца здесь останешься, какие-то, ну, что-то для себя будешь, ты, ну, там, не знаю, настраивать что-то, какие-то, ну, может быть, какие-то нововведения для себя, или, не знаю, там, гостиницу продлевать, или каких-то ещё там помощников себе вызывать, ещё что-то, не знаю, на массаж пойдёшь теперь после такого тайбрейка. Какие-то вот такие идеи у тебя есть? Не, ну, это уже далеко не первый мой турнир по нокаут-системе. Раньше это был чемпионат мира, сейчас кубок мира, то есть примерно знаешь, да, какой распорядок, да. Ну, гостиницу, надеюсь, мне продлят. А во всём остальном, ну, завтра постараюсь, чуть подготовиться, чуть отдохнуть. Хорошо, что выходной день, потому что много сил забирают и бреки. Да, ну, хорошо, тогда последний вопрос. Как ты здесь вот действительно восстанавливаешься? Столько дней здесь проводишь, было очень много трудных партий. И я смотрю, как ты понимаешь, все партии, вижу, что очень многие устали, стало довольно много грубых ошибок. Как тебе удаётся поддерживать форму? Ну, я вижу, что ты вполне ещё вот прям, ну, за исключением, может быть, в ходу Ладежи 6, но всё равно на секундах это довольно трудно. Как удаётся сохранять физическую форму и, ну, вот, хороший настрой? Ну, наверное, готовиться надо до турнира, а не во время турнира. Всё основная работа, которая делается. А во время турнира, ну, один раз я ходила в зал здесь, но, в принципе, во время турнира я не так часто посещаю спортзал, потому что это тоже может по-разному, может придать энергии, может, наоборот, забрать. Что буду делать завтра, честно говоря, пока не знаю. Ну, немножко погуляем, немножко развеемся. Ну, и да, мы будем настраиваться на следующий мяч. И, насколько я понимаю, ты отобралась в турнир претенденток уже? Можно. Вроде как, да. Ну, тогда мы тебя поздравляем вместе со всеми нашими зрителями и с победой сегодня, и с отбором в турнир претенденток, и с попаданием в полуфинал. Надеемся, что будем смотреть твой матч с Горячкиным, он будет интересным. Спасибо за то, что пришла к нам, и всего доброго. Спасибо за внимание. Спасибо.